Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и пришло время попробовать сетевой Old World. Так что представляю вашему вниманию партию на пятерых. Играли мы на карте Conjunction, это, как я так понимаю, разделение можно перевести. То есть между нами, всеми пятью, есть такие проливы воды, а в середине регион, богатый ресурсами. Вот на такой карте. Мы решили сыграть. Как у нас это получилось, вы увидите в этом сериале. Мне досталась Ассирия, причем выбор цивилизации здесь происходит на этапе поселения, а не в начале игры. Ну и традиционно все серии сразу видят спонсоры канала, спасибо им за поддержку большое. Именно благодаря им мне и хочется создавать видео. И всем вам приятного просмотра. И все же не забывайте про клипы, все равно постите ссылки на клипы, потом я соберу мини-видео этого прохождения. Так, ну давайте начнем. Я предлагаю просто основывайте и выбирайте уже как хотите. О, я вижу уже. Алекс, Персия. Женя, Египет. Леш, только у нас мы играем на самом сложном, у нас ресурсов по минимуму. А, ну я не ставил самый сложный, честно говоря. Ну, посмотри на ресурсы, посмотри. Ну я вижу, вижу. Странно. Тогда я не знаю, где это выбирается, потому что это выбиралось у каждой ЦИВа отдельно. То есть я мог выбрать каждой команде. Да, да, у меня 100. Да, 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 у всех по сотне. Ну тогда нормально. Конечно, сложно, но нормально. Так, значит, и Карфагенда. И Греция. У меня остались на выбор Вавилон, Рим и Осирия, видимо. Да, как я за Вавилон и Рим как раз. Типа, недавно играл, то я, наверное, Осирию возьму. Я забыл, что там за способность. Фига себе у меня тут. Размеры. Ну я, наверное, сюда поставлю, чтобы до железа. Хотя я тут еще нахожусь. Я на работу, где стою, там его поставлю. Я смотрю, висячих садов нет. Эх. За каждый уничтоженный военный отряд два приказа. Все города. Новый отряд получает навык точность и плюс 100% разграбить клетку. Угу. А, так что же тут семьи не дают выбирать? Дают, дают. Дают. Первый... Первый город вроде не было. Да нет, я уже выбрал. А, честно, есть. Там ивентом оно идет. Да, да, да. Оно как-то идет. Ясно. Так, сначала, наверное, кронолом не откроем. Граналь, кстати, наруска называется автоматически. А, семья... Я бы воителей первый город. Хотел бы этот два. Это просто охотник, а это конкретно воители. Еще и священнослужители. Будет основываться. Ну, я не думаю, что религию могут угнать, так что я с воителей начну. А, то есть, в следующий год уже... 50% к обороне. Ну, давайте так. Не знаю, что-то... Если ты что-то в чат написал, то я не вижу, например, не написано. Наверное, это из-за того, что кириллицы сейчас, а кириллицы написал. Видно что-нибудь? Не, видно. Кириллицы видно. Да, кириллицы видно. А, если... Ну, странно тогда, что я не видел, что батюш написал. Так, давайте я скаутом эту штучку соберу. Если питало племя чужеземцев. Я бы, наверное, еще разведчиков, на самом деле, взял. Те, ста, а по какой причине я вижу столицу Египта на карте? Потому что он обосновал религию. А, религия сразу видна? Так, ну давайте резы собирать, наверное. Так, просто давайте подумаем. Тут я могу... Я бы начал с вот этих ферм. Значит, прачником стоим, пожалуй. Тут я бы скаутами бегал, в первую очередь. Так. Я что-то подумал, что религия может быть... Хотя, кстати, ну а, ну же нету приказов. С самого начала. Ух. Конечно. Так, а кто у меня тут правительница? Строитель. Несчастье от сложности, это сильно. Может добавлять городские клетки, как правитель. Одним сооружением угадать не скоровой. Ну, немножко, конечно, у меня для начального этапа игры строитель не особо. Кстати, я могу губернатора сразу, так как город военный. Давайте царицу в губернатор и отправим. Блин, я приказы использовал все. Следующим ходом надо будет... Ну, поселенцы строятся... Поселенцы бы быстрее строились. Шорт по Бьери. Ну, тут ресы, естественно, собирать будем. Так, пока не вижу, куда. Ну, вот еще место для города, но там какое-то такое странное место. Надо вот по этой реке, наверное, будет сбегать. Ну что, заканчиваю ход, все готовы. Сейчас таймер будет. Так, а где таймер? Кто-нибудь видит? Нужно, наверное, нажать кнопку. Точно, вон пошел, включил таймер. Четыре минуты? Я не такое ставил. А, это может быть за то, что мы... Да, это... Там же он добавляет, кстати. Можно под этим уменьшить. В опции. Хорошо, да. А где в настройках? А, вон с ним. В стройке. Так, настройки. Таймер хода средний. Сейчас поставлю быстрый. Ничего, правда, не поменялось. Может, в следующий раз? Ну, вот вроде минутка светела. Не, у меня как было три с половиной минуты, так и осталось. Да, у нас до следующего хода-то бывает. Тут соберем мед. А, стоп. Губернатора, губернатора. Так. Это важно. Два приказа. Видите, на один ход быстрее поселенцы делают. Сколько могу ресурсов собрать? Хочу наверх сходить, посмотреть на этой реке, чтобы было место для города. Ага. Во. Но тут как-то ресов не так много, как мне хотелось бы. Мрамор камень дает. Ну, в принципе, более-менее понятно. То есть, здесь конец карты у нас. Вот тут река, отделенная от кого-то. У нас пятеро. Так нормально добавляет, а что быстрый он не особо быстрый. Ну, конечно, вот эти крабы, круто. Может, тут все-таки есть где поставить город? Давайте поищем. Не, нет. А как вот мне эти крабов обрабатывать тогда? Возникает вопрос. Так, вот этот город исследуем. Ну, тут тоже какое-то грустноватое прям место. То есть, тут еды, наверное, ну, я не знаю, как есть холмы с другой стороны. Наверное, стоит собрать весь этот мрамор. Так, а лошади деньги. Парвара уже через ход прям юнит нового создадут. Через два хода. О, я вандалов встретил. Быстро. Ну, давайте примем от них подношение, но потом мы, конечно, будем воевать с ними, когда расселимся окончательно. Давайте, наверное, вот этим походим. Так. Согномены у придворных тоже на русском. Забавно. А имена... А имена на английском. Видимо, из-за того, что... Ну, мне все будет, чтобы тут город ставить второй. Я нет, ну, просто... Что откладывать? Интересно, конечно. Я, наверное, тогда священнослужителей поставлю религию. Буду основывать. Просчитывайте на хвостя, видимо. Какие у нас тут религии уже взят? Зароастризм. Конечно, зароастризм, скорее, у вассирийцев должен был быть. А не у египтян. Не, ну, вот это... Так, а как это нам клетки покупать за деньги? Наверное, когда юнит стоит. Хм. Как правитель... Как правитель может добавить городские клетки? Интересно, как это? Ну, мне кажется, это вот именно, что ты становишься на клетку. Надо будет проверить. Так, а у нас нету наследника, да? Наверное, кажется, от вандалов, если прибудут. Или на какой-нибудь семье жениться, что ли. Так, есть ферму. Продолжаем строить фермы. Так, тут все в вандалах. Давайте мы вот этим камень пособираем. Еще один ход. Вот, ну, видите, мне не хватает приказов на всех скаутов. Но на будущее... Я эти скаутов буду использовать. Мне кажется, все-таки скауты... Это лучше было, чем 60 науки взять. Тем более, что это в итоге даст за исследование территории легитимность. Слушайте, ну, пока... Именно сетевая игра как-то без лагов, так плавненько все проходит. Посмотрим, что будет позже. Ну, да, сейчас, верно. Ступило предложение. Ну, я бы, наверное, согласился. То есть, мы получим полководца. Так, а что-то сейчас ход вообще меньше минуты. Ну, я давайте с этими ребятами в войну не буду договариваться. Сюда хочу посмотреть. Ух ты, а вот и варвары. Да, 50 секунд ход. Поставлю амбар. Это несправедливый таймер. То есть, он как-то добавляется, видимо, в зависимости от того, как ты на прошлый ход походил. Сюда. Так, тут я, наверное... Давайте я сюда схожу. О, руинка. Плюс храбрость царицы. Давайте плюс храбрость получим. Еще руинка. Хочу, наверное, все-таки прачника как-то прокачать. Ой, я тут ничего не строил. Ай-яй-яй-яй-яй. Успел. Черту иноземец. Плюс два к харизме. Приятненько. Так, давайте думать, куда ставить город. Ну, наверное, сюда больше мрамора захвачу. И священнослужители давайте. Иудаизм зародился. С рабочего начну. Не собрал я тут весь камень. Это тоже с помощью священного... Семьи священников религия сделала, да? Да. Изнуренных работников. Появление воинов. Или жителей. Нет, давайте воинов сделаем. Позвать духовных владык ко двору. Попросить поделиться копией. Давайте ко двору. Блин, не успел походить походу. Так, короче, есть предложение на средний таймер поменять опять. Я согласен. Держи. С галлами у нас война. Амбицию очистить три лагеря, шесть фестивалей. Давайте три лагеря. Так, а вот тут конец карты. А, это вообще у меня мечник стоять. Он меньше открывает. Интересно, я могу как-то увидеть ваши амбиции. Изучить технологию. Блин, 250. Так. Что вы хотите сделать? Не, я не могу посмотреть. Научился мастерству. Риторику открыл. Амбиции не видно, но в победе должно быть видно, сколько использует... Уже, ну, кто лидер по амбициям, типа. Ой. Да, это я пишу. Искликнул. Так, где у нас отряды? Только здесь я варваров вижу. Кому что мешать делать. В какой-то момент. Я не хочу собирать резы, потому что это дорого в зависимости от дальности. Они меньше дают. Вот, царевич появился. Путь воинственный. Вдохновляющий. Давайте мир и гармонию. А, или харизму. Нет, давайте вот это. Просто культура пускай капает. У меня пока тут неоткуда культуру брать вообще. Давайте и тут, или тут лучше ферму пока. Давайте здесь ферму. Мычника надо как-то ввести вниз. На это будем пока тратить приказы. Так, ну, пока весело. Пока весело. Так, обработку камня через ход. Так что, наверное, пока ферму здесь, вот как игра предлагает, сделаем. Блин, мне уже дерева не хватает. Семенчникам потрачу приказы, чтобы быстрее вернуться. Так, в этом городе, наверное, с форума начнем. Или апостола. Давайте апостола. Есть еда. Селиться пока непонятно где. Так, этот скаут, этот. Я, наверное, вот этим давайте походим. Тут вообще ничего не исследовано. Там надо пройтись, посмотреть, может, тут где-то еще город неплохой может встать. Что-то варваров только одну штуку мы нашли. Так, не хочу туда идти. Будет пить больно. Слушайте, пока непонятно. Походу мы в соседях все-таки с Египтом будем. Я думал, видите, тут увеличивается пока территория. Надо будет... Так, а как нам религию принять государственную? Можно принять. Давайте, наверное... Ага, 400 цивиков. Надо цивиков набить сначала. Прежде чем государственную религию принимать. Так, тут у нас есть ферма. Вот теперь, наверное, уже пора и шахту построить. Тем более на драгоценном... Блин, опять дерево нужно. Кто спрашивает, вот тут не хватает этих минус 1. Будет просто в начале хода покупаться это дерево. Прачники сделали. Все, слишком спокойно. Наверное, давайте фермеров. А после фермеров поселенцы. Большая карта. Ну, я ставил написанную на пятерых. Просто так посмотреть. Там между нами двумя не так много... Ну, там река будет, понимаешь? Да, да, да. Наверное, буду подходить. Так, вот я вижу вторых варваров. То есть, надо как-то будет туда... Ну, пока, Витя, мне... Это вообще сложно представить размеры старта. Я надеюсь, мне этого скаута не убьют. Потому что он виден, к сожалению. Не понимаю пока что. Плюс 40 культуры. Станет непоколебимой. Изучить аристократию, конечно же. Конечно же. Так, ну, надо вот это место основания города. О, я известен как исследовательница. Кстати, видно, как вы развиваетесь. То есть, вот... Грек, Перс и Карфаген, они созидатели, а мы с Персом исследовательницы. И видно полностью характеристики этих правителей. Так, думаю, надо... Блин, деревня тоже классно, но надо воинов открыть. Так, там достроим еще ферму сначала. Так, ну, два лагеря воров я вижу. У меня... У меня амбиция три лагеря убить, так? Ну, подводим. Так, давайте, наверное, все-таки скаутами походим, я так думаю. Слоны деньги дают. Наверное, стоит собрать. Так, а вот к галам я бы уже не лез дальше. Какой-то там нужно теху взять, чтобы плавать. Какой-то сверху... Навигация для скала. Камень. Наверное, стоит собрать камень, да? Нет, тут не навига... А, и вот теперь один ход... Один ход мечником. Подойдем. Так, есть ферма. Надо бы каменоломить. Причем я, наверное, вот с этих каменоломен и начну, чтобы они соседствовали друг с дружкой. Тут и тут. Причем они будут еще цивики давать. А после иудейского апостола... Не, фермера я не хочу. Я бы, наверное, форум реально здесь построил. Понимаешь, у меня минус 4, но сейчас у меня с камнем будет все нормально. У нас вообще открыто пока у нас таймер идет. Обработка камня открыта. Охота открыта. Ни одного лагеря вообще невозможно нигде поставить. Ну, амбар я уже сделал. В принципе, норм. И казначейство я могу делать, между прочим. Все с деньгами совсем будет. Риторику нашел. О, законы. Ну, вы знаете, пока буду все-таки в этот идти. В принятие религию. Так что не буду законы принимать. Дипломата мы можем. Подождите. Мы можем дипломата. Опять же, 100 цивиков. Но это важно, мне кажется. Вот этого матриарха давайте. 20 мнений племени и 20 мнений семьи. Давайте. Или, блин, поберечь цивики на... Ну, с фандалами? Нет, давайте поставим. Не знаю, мне что-то кажется, что надо дипломата ставить. Так, что дальше? Военную казарму можем строить, между прочим. Ладно. Что-то я задумался. Ну, давайте новый придворный. Я, похоже, там испортил отношения немножко с вандалами. Нет, показалось. У нас есть наследник. Слава богу. Пять лет. Потом можно... Скоро можно будет его обучать. Ну, придется сюда город ставить. Что поделать. Конечно, так себе резы. Так, что у нас можно принять амбицию тирания, учредительный закон, закон о рабстве. Давайте закон о рабстве. Я явно его буду принимать, потому что оно пять дает... Пять приказов. Распространяем иудаизм. Да, наверное, давайте здесь каменоломню. Потому что это нам еще и даст... Дерево. Сначала давайте... Знаете, потрачу пока только два хода на вырубку. Вот так. А дальше похожу... Юнитами. Сюда встану. Мечником. Сюда подойду. Вот так. И... В городе форум. Тут прям на побережье, наверное, сюда буду ставить город. Так, города эти соединены. По идее, это тоже, как-то, будет соединенным считаться. Давайте... Так, там каменоломня строится. Давайте тут каменоломню. Тут после форума сделаю каменотеса. Ну вот теперь, наверное, тратим приказы на движение юнитов. Причем надо их улучшить еще при этом. Давайте этого сюда. Повышение. Непоколебимый против безнации. То есть, если есть непоколебимый, то надо это брать. Этого... Сюда. Свирепый, храбрый. Ну давайте... Тут пока приказов. Мастера сада. Очень сильно не хватает. И... У меня пока нормально. Так. Точность. Два приказа. Сюда похожу. Давайте этим пособираем что-нибудь. Я вот этим я могу лошадей собрать, да? Следующим ходом. Так, ну более-менее цель видна. Значит, сюда город. Разобраться с этим. Мне надо еще лагерь варваров где-то найти. Сколько лет? 40. Уже, кстати, может и умереть. Есть каменоломня. Здесь каменоломню. И после форума... А сколько он уходов? Два. Блин, просто, наверное, хотел бы скорее здесь поставить специалиста, да? Теперь подходим. Назначаем полководца. Не восприимчив к критическому удару. Вот этого давайте, да. Так, кстати, а что там мы можем... Можем наследника... Как-то обучать чему-то. Нет, пока нет. Ладно. Этим сюда назначить полководца. Ну, царица у нас губером сидит. Лечение на нейтральной территории. Вернее, вот этим давайте плюс шесть очков опыта. И... Давайте так. Последний полководец. А, все, очки опыта закончились. Фак. Ну, ничего. Ничего. Вот тут у других. Какого-то расселяется немерено. Здесь плохо идти. Все в лесах. Очень много приказов трачу на перемещение. Так, что-то царевич романтиком стал. Знаете, юнитами похожу. А, я уже походил тут? Странно, подожди, а когда этот походил, что-то я пропустил. Четыре хода поселенец. Форум один ход. Еще. Ну, тут у меня должны цивики так неплохо капать. Если я, конечно, начну что-нибудь другое строить, а не... Конечно, надо на шахту будет поставить спеца. Поселенец, эээ, житель-то есть? Есть. Да, наверное, давайте после поселенца сюда, рудокопа. Хотя, блин, это цивики тратятся. Нам бы набрать 400 цивиков, чтобы религию принять. Ну, прачников... Хотя я смогу прачников построить, да? Или рабочих. Давайте рабочих. Рабочих, а потом прачников. Так, сделаю. Я, кажется, понял. Таймер уменьшается, если все походили, кроме тебя. Интересно. Вау, крит прошел. И просто уничтожили, короче, прачниками под... Слушайте, а может мне не подходить тогда этим уже мечникам, чтобы не тратить приказы? Давайте этим мечникам к этим варварам пойдем. Так. Тут давайте сразу каменоломню начнем. Ну, это минус два приказа, потому что еще не вырублены. И вот этим скаутом наверх вдруг там... Вот так, причем его тут не будет видно. Вдруг там еще варвары есть. Мне надо где-то третий лагерь варваров найти. Ну, здесь мне не нравится место. Не пойду. Ну, то есть я когда-нибудь тут город, конечно, поставлю, но этот город я сюда поведу ставить. Так, ну, в принципе, норм. Давайте, Катя, проверим реально, насколько... Вот сейчас остались у вас Египет и Греция. Давайте кто-то из них закончит ход, а второй скажет, сколько у него времени стало. Я готов закончить. Заканчивай. Заканчивай. Египет, сколько у тебя? Была минута, осталась минута. Непонятно тогда. О, теперь он стал достаточно взрослым. Только с помощью полководца можно обучать. А, ну и, видите, надо, чтобы он не был генералом. Убит. 200 камня возьму, блин. 200 камня. Блин, тут я не хочу... Ну, я хочу обработать, конечно же, мрамор, но слишком много ходов потребуется, поэтому я пока вот здесь поставлю еще каменоломню. Теперь мечником пойдем сюда. И этим скаутом исследуем территорию. О, еще руинка. Старую каменоломню. Так, 20 несчастья, но камнереза при этом. камень. И, блин, вот что у меня лучше... Я сейчас камень и так открываю. Мне кажется, стоит камнереза взять. Дисциплину, но суеверная. Нет, давайте камнереза в Ашшуре. Подождите, а ему точно есть где появляться? Камнереза. А, подождите, в Ашшуре камнереза. То есть он тут где-то появится. Ну, тем не менее, да. Вот, и что он сейчас нам дает? Тут цивик, науку и намного больше камня. Так, с камнем у нас явно все проблемы решены. Соберем лошадей. Шесть. Вот тут, наверное... Вот, драгоценные камни, я думаю, надо сходить, собрать. Потому что это плюс культура, это... Нужная штука. Последователями иудаизма становятся. Так, где у нас поселенец? Еще один ход. Крит прошел, зашибись. Так, тут всех добили. Тут можно не стоять, не держать город, потому что понятно, что его никто не займет, кроме меня. Тут лаванда у нас. Какая-то у нас по ресам-то не очень весело. Пока только мед нашелся. Давайте мечникам подходить. Так, и здесь скаутом к драгоценным камням. Пока там рабочий у меня без дела. Так, камнярес. Тут у меня в очереди рабочий. Это чтобы цивики набить, да? Блин, может, все-таки... Ой, посмотрим, я вот тут рабочий-то без дела стоит. Типа, зачем мне? Я бы бараки, на самом деле, еще строил. Давайте лучше прачника или воина. Прачники у нас есть? Воин давайте. После поселенца. А здесь, после камняреза, прачника. Хотя тут восемь ходов. Ну, апостол... Хотя, может, и апостола. Тут, как бы, воинов нету смысла ставить, как мне кажется. Так, у меня 40 секунд есть подумать. Форум тут уже есть. Наверное... Блин, ну прачника. Давайте апостол. Ладно, у нас там будет сейчас город. Плюс... Сможем, например, укрепить... Ну, укрепить мы не сможем. Ваш супруг тяжело болен. Что-то староват уже стал, да? Что мы какого-то старичка себе взяли. Я не посмотрел. В угаре таймера. Я некоторые ресурсы не связываю, потому что это, во-первых, приказы. Во-вторых, они когда далеко, они намного меньше дают. Там количество ресов зависит от дальности. С вашими городами задержим. Мужчина, ваших подданных. Священник, ученник... Не-не-не. Давайте вот так. Это не стоит моего внимания. Минус 20. Оправление и плюс 10. Плюс 1 к дисциплине. Отлично. Так, перемирие с галлами, да. Или... Нет, давайте я наказал... Зачем нам перемирие с галлами? Блин, тут... Бьют моего... Скаута. Надо как-то... Нужны приказы... Ладно, давайте я, наверное, так отойду. Нужны приказы поселенцам ходить. Сюда вот прям на автомат, наверное, вот сюда пускай идет. Так, что у нас тут еще? Что наш будет парень? Давайте тактику военных действий. Нам тут воевать надо. Все, приказы закончились. Войны, идейский апостол, плюс 32. По идее, то есть, мне нужно 200 очков. То есть, это где-то ходов 7, желательно цивики не используют. Я хочу религию государственной сделать. У вас сет. Ну, завершаем ход. То есть, понятно, что у Египта, например... Бочерина, ты любишь племена или племена любят тебя? Согласен, с племенами все сложно. Так, наш супруг скончался. Мы получили кучу камня. Чуть эти ивенты, которые... О, все города, плюс 5 клеток территории. Кстати, я бы взял. И это тоже я бы взял. Потому что у меня как раз 3 города будет. Можно... Так, у меня осталось, в общем-то... Так, священнослужить. Наверное, я охотников возьму. Меценаты. Плюс 2 цивика. Можно ускорять проекты за деньги. Охотники. Тут сети будут... Да, давайте охотников. И начинаем с рабочего. Да, потеря мужа. Царевич, храбрость... Храбрость и харизму, конечно, для воина. Так, где у нас там мечник сначала? С этими заканчивает разбираться. Блин, а я еще варваров не могу найти. Вот в чем дело. О! Ученые на приз 12 науки. Кайф. У рынка не нашелся. Да, это вообще просто бустер 2 раза. Давайте я этим каменоломню тут... Наконец-то начнем делать. Великий Зиккурат предлагают. Ну, слушайте, с таким... Ну, я бы, конечно, сначала... Все-таки религию прям... Зиккурат еще и цивики требует. Ух ты, плюс 64 пошло. Плюс 64. Я сейчас быстрее приму религию. Так, ну... Наверное, я все-таки не хочу покупать пока приказы. А, знаете, надо отсюда убрать. Блин, я трачу тут приказ. Надо отсюда убрать чувака, чтобы он... Не держал это место. Вот так. Реально тратил все эти хода. Ходы приказ, чтобы, типа, держать это место. Нам его не надо держать. Тут никто его не может захватить. Тут мы же, типа, на такой карте играем. Эришум принимает иудаизм. Это наша семья. Одна из семей. Так. Блин. Так, встану. Потом воинам, наверное, сюда. Атакуем. Скаутом отходим. Блин, надо было в лес встать. Немножко тупанул. О! Плюс 58 в течение 40 лет от галлов. Давайте, наверное, примем. Конечно, минус 20 по семьям, но это в моем случае терпимо. Ой, блин. Ну, тут придется минус 20 мнений с ИВД. Четыре приказа есть. Наверное, прачников буду возвращать. По два приказа используем. Так и так. Вот тут выглядит хорошее место для города следующего. Я, наверное, после война сразу сделаю еще поселенца. О, я первый по очкам уже. А, кстати, в счете вон написано рядом 0 из 10. Это сколько кто амбиции выполнил. Тоже можно следить. Осталось команду так. Я пока текущий лидер везде. Ну, окей. Блин. Чего он этого скаута атакует? Давайте еще отойдем. Тут встанем. Так, наследник дисциплину получит. Храбрость или харизму. А так у него харизма и храбрость, да? Давайте, наверное, харизму будем прокачивать. До пяти попробую довести. Так, я думаю, что с камнем ворота Иштар. Все города плюс 100 культуры. Это интересно. Но, опять же, я хочу сначала религию принять. Так, короче, пока юнитами подходим. Пока не знаю, как мне там рабочим что делать. У нас каменотес есть. Жителей больше пока нету. Апостол. Ну, в следующем ходу я, по идее, государственную религию приму. Хорошо. На бараке пойдем. Сюда. Куплю приказ. И начну бараки строить. Потому что рядом с гарнизоном вот здесь. Конечно, круто было бы еще здесь строить, но я пока не могу. Вообще, надо было бы здесь начинать, на самом деле. Ладно. Уже купил. Давайте. Бараки начнем. Так, военный город. Надо будет два барака сделать, естественно. Ну, вообще, довольно динамично. Сетевая партия идет даже, ну, мы не воюем там ни с кем. Пока. Так, а вот я вижу... Так, а Персепаль я вижу, потому что еще одна рель... Да нет, вроде нет. Ну, почему я Персепаль вижу? Я еще не обосновал имени. Ну, вот я по какой-то причине еще и Персепаль вижу. Нет, я лишь только у вас это Тарс. Ну, у вас это Тарс, это из-за религии. Ну, да. Может, у меня какое-то событие произошло? Не вижу. Так, убиваем. Второй лагерь зачистили. Ну, наверное, сначала тут амбар, действительно. Плохо. Тут сети начинаем, конечно же, потому что это бонус от этой... Это... Ну, они больше дают за счет семьи. Именно это принятие, да? Конечно, как эти племена тут гоняют. Больше никто пока государственную религию не принял. Еще почему-то нельзя перемирие заключить. Как государственная религия, он несчастье дает. Наоборот, снимает несчастье, снимает. Так, ну, надо докачать. Что нам здесь сделать? Давайте, наверное, форумы построим. Охота... Не хочу. Без посла. Ну, и подводим. До него нужно 100 цивиков, а не докачать. Блин, можно мне не подводить, а территорию открывать. Я не вижу, где у нас... Так, с галами у нас уже перемирие, так что я могу... Что, в принципе, тоже больно. Мне нужно найти варваров еще. Давайте так, пожалуй. Теперь походим юнитами. Тут как-то дорогу надо будет провести, потому что тяжелая территория для перемещения. Так, получили территорию, кстати, как 5 клеток прибавилось. Нормально. Так, слушайте, а где у нас пастбище? Собственно, вот пастбище. Ну, надо пастбище открыть, потому что это плюс к приказам. Ивент на 100 цивиков. Здорово тебе. Так. Чуваки. Непоколебимым становится. Отлично. Миссия влияния. Ну, давайте попробуем улучшить с ней отношения. И царица мудрость. Плюс к науке будет процветающий. Как наместник. Это деньги. Ну, с деньгами у нас все зашибись. Как правитель лесопилки и плантации плюс 20. А у нас нету в этом городе лесопилки и плантации. Давайте, наверное, мудрость просто повысим. А у вас тоже уже три квеста на амбиции? Нет, у меня два. Ташхань. Ага. Так, давайте пока он постоит. Не знаю пока, куда его отправлять. Ну, то есть я не хочу в третий город отправлять, потому что много приказов будет потрачено. Давайте казначейство, пожалуй, построим. Ну, и вниз бегу. Надеюсь, там варваров где-то найти. Так, ну, более-менее тратится у нас минус 3 на здание. Там бар я строю. Сети и бараки. Кстати, может быть и не стоило сейчас... О, царпанита достойная. У перца бесстрашный лидер. У карфагена созидатель. У Египта тоже бесстрашный. У Греции исследователь. А у меня достойная. Я вообще не представляю, как у меня лидер стал бесстрашным. Потому что они не должны убить вроде мечника. Гроза всадников. Стремительный. Мудрость. Ну, я бы стремительный. Ну, да. Плюс к перемещению. О, у меня наконец-то есть. Так, царевич был героем. Как правитель плюс 50 за каждого уничтоженный отряд. И у Юниты ближнего боя плюс 10%. Либо... Военачальник. Давайте военачальник. Плюс 10 опыта всем свободным отрядам. Это круто будет. Суждаю. Так, я сейчас хочу попробовать добежать до него. Давайте маршировать возьмем. Так. Ну, чтобы он не убил этого. Вот так новость обезумов от страсти бежал проще своего возлюбленных. К тому времени он должен оставить любящих. Так. Послать за ним воинов и привезти обоих. Так и есть. Будет царица алчной станет. А царевич будет уязвленным. Так, а если свадьба? Ну, вроде ничего такая. Давайте... Давайте свадьба. Так, 7 приказов. Мне нужен... Еще один лагерь варваров, блин. Где варвары? Да, не убил. Видите, хорошо, что я потратил на марш. Иначе было бы хана этому юниту. Так. Отходим с этого места, потому что это трата приказов, если мы там стоять будем. Есть бараки. Еще строим бараки. Первые сети строим. Вторые сети. Как тут еще выхлоп? Рыба, рыба. Да, плюс 2 рост. Зашибись. Ну, вообще, плюс 3 науки. Ладно, соберу. А, так вот, это центр карты как раз. И это уже чужая территория, между прочим. Вот тут центр карты у нас поставлен царь горы. То есть в центре карты должно быть довольно много ресурсов. Блин, а где же тогда варваров мне найти? Так, у нас вандалы приняли. Иудаизм. По идее, если я их засоюзую, то я смогу на их местах ставить города. Так, я вернулся, если что. Что у нас тут рабочий? Доделал амбар. Ну, надо... Так, пастбище 2 хода. Давайте начнем. Блин, я могу, в принципе, изикурат начать. Что он дает? Все города минус 20% к стоимости сооружения. Слушайте, а давайте построим, чего нет? Плюс я могу ускорить его постройку, пока у меня лидер. Женщина. Блин. Блин. Что-то страшно. Казначейство. Так, все еще мы ходим. Да, да, да. Не хватало 7 цивиков, чтобы тоже его поставить. А камни тебе хватает, да? Да. Ко мне у меня все хорошо. Нет, давайте на рабочего. Ко мне действительно насыпало как-то. У меня тоже. А я карточку исследовал, чтобы получить камень. Я ее скипнул даже. Вот вы какие буржуи. То ли 400, то ли 600 пришло. Тут постою, пожалуй. Вот этими я бы зашел, полечился. Все-таки, наверное, здесь. Я даже, наверное, сюда. Как кожа у кого несчастья? Максимальное количество. У кого? По тройку уже, по-моему, накопилось счастье. Несчастье. По тройку? Нет, у меня нет. Нет списка. Ну, кстати, реально в центре есть территория, которая всех объединяет, получается. Я понял. Сейчас, кстати, мы можем встретиться. У меня там тоже близко. Так. Давайте подумаем, куда мне прачника этого... Если пойдешь направо, я увидишь. Я запущу таймер. Куда мне... Давайте вот этим разведчикам лучше походим. Город, у которого три соли. Не знаю, как-то... Как мне... Варваров встретить. Я тебя не вижу. Блин, у меня прикол по амбициям. Я взял уничтожить три лагеря варваров. И не могу никак третий лагерь найти. Просто. Просто такое ощущение. Я второй-то не могу найти. А я взял амбицию построить декорат. А, удачно. Это ты удачно. И мне одного хода не хватило. У меня на городские улучшения были. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. И, пожалуйста, не забывайте про клипы. Снизу под видео кнопочка создать, а потом кинуть ссылку в комментарий под этой серией. Не удивляйтесь, что этот комментарий сразу не появится. Я его в любом случае увижу. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.